Депутат и заслуженный работник культуры осужден за что? И суровое ли наказание назначил Верховный суд Удмуртии? Из барака в барак переселенцы показали городским начальникам, какое жилье им построили, что теперь будет с новостройками. Автомобильные огнетушители, как пользоваться, где хранить и какой выбрать, спасатели провели ликбез для водителей. И крошки, феники, в зоопарке появились зверки, которым невозможно не улыбнуться. Депутата Воткинской думы, который этим летом прогремел на всю страну, не только тем, что была рассекречена его коррупционная схема отъема бюджетных средств, но и тем, что во время обыска в его кабинете обнаружили коллекцию секс-игрушек, все же признали виновным и осудили. На этот раз уже Верховный суд Удмуртии. Подробности запутанной истории в материале Марины Баль. Это видео с заседания Воткинского суда. Судья долго зачитывает приговор, подсудимый старательно прячет лицо. Директор единственного в Воткинске культурного заведения ДК «Юбилейный», он же депутат городской думы Владимира Кладовиков, обвиняется сразу по двум статьям – превышение должностных полномочий и служебный подлог. В период с 2010 по 2012 годы он ловко нагревался на муниципальном бюджете. Схема простая. По материалам управления ФСБ России Подмуртской республики возбуждено 8 уголовных дел в отношении Кладовикова Владимира Евгеньевича. Следствием установлено, что Кладовиков принимал на работу в ДК «Юбилейный» сотрудников, фактически зная, что они не будут исполнять обязанности в ДК «Юбилейный», а будут работать в его коммерческих фирмах. Фирмами руководили и он, и его дети. Одна из них – телестудия, другая – рекламное агентство. Операторы, дикторы и журналисты значились методистами, электромонтерами и вахтерами в Воткинском ДК. Там же получали зарплату. За период совершения Кладовиков вышеописанных противоправных действий необоснованно начисленная заработная плата в сумме Артемиеве – 23 049 рублей 36 копеек, Вахушеве – 88 057 рублей 96 копеек, Поморцеве – 121 848 рублей 65 копеек, Завирухе – 386 749 рублей 76 копеек, Кузнецову – 427 449 рублей 5 копеек, Асотову – 409 479 рублей 68 копеек. Когда следствие собирало материалы по делу, пытаясь доказать, что Кладовиков, являясь муниципальным служащим, дал прямое указание бухгалтеру ДК юбилейной вести табели на несуществующих работников, в кабинетах проводились обыски. Следователи находки удивили. Кроме документов, подтверждающих их предположения, у Кладовикова, кстати, председателя постоянной комиссии Воткинской думы по соцвопросам и молодежной политике, обнаружилось и такое. Но к делу продукция секс-шопов отношения не имеет, потому объяснений директор ДК давать не стал. Воткинский суд назначил ему наказание два года условно, плюс вернуть в муниципальный бюджет почти полтора миллиона рублей. Но это решение Кладовиков обжаловал. И вот на днях Верховный суд Удмуртии, учитывая пенсионный возраст обвиняемого, постановил полтора года условно и возмещение ущерба. Депутатского мандата он тоже лишится. Марина Баль, Максим Кузнецов, телеканал «Майя Удмуртия». Скандальные дома на улице Дружбы в Ижевске сегодня дождались внимания городских начальников. Оценить качество новостроек для переселенцев из аварийного жилья чиновники приехали лично и были обескуражены увиденным. Между тем, прокуратура к делу подключилась. Иэна Лебедева продолжит тему. Посмотрите, какой это ужас. Мои дети находятся в этой комнате. Про дом 23, что на улице Дружбы, мы уже рассказывали. Он построен для переселенцев из аварийного жилья. Простоял всего-то год, но здесь уже повсюду трещины и плесень. В квартирах из подвала невыносимый запах. Вентиляция не работает, мы задыхаемся тут. На жалобы наконец отреагировало городское начальство. Чиновники приехали посмотреть своими глазами на то, о чем сигнализировали жители. Вопросов у людей накопилось очень много. Им разъясняют, экспертиза проектной документации этих домов не проводилась. Объекты попадают под категорию малоэтажное строительство. Соответственно, и государственного надзора тоже не было. Инспектировала дома лишь служба заказчика, горстрой. Они теперь и отчитываются. У нас есть специальный отдел производственный, где есть инженеры с высшим профессиональным образованием, которые как раз курировали данный объект и отслеживали качество выполненных работ. Плохо отслеживали, что ли, тогда получается? Почему плохо? Испытания систем водоснабжения, канализации, вентиляция была испытана специализированной организацией, которая была здесь привлечена, которая выдавала паспорт данного объекта о том, что все в порядке, все работает. А вот в процессе эксплуатации, видимо, выясняется... Построить жилой дом в 30, а не как положено в 100 метрах от железной дороги, оказывается, разрешил Самарский институт исследований. То есть вроде бы все по закону, только вот жителям от объяснений чиновников не легче. Ведь грохот поездов под окнами они слышат сутки напролет. Сегодня городские власти пообещали все исправить. Что касается шумовых вещей, мы их снимем. То есть либо шумовые экраны поставим, которые сегодня снимают проблему шумов. Я думаю, что это будет сделано в течение, ну как минимум полугода, потому что нужно разработать проект. Текущий ремонт, он делается в течение двух-трех недель. Через три недели я сюда приеду и посмотрю, как он делается. На подрядчика за все недочеты по строительству городская администрация будет готовить документы в суд, чтобы строители выполнили гарантийные обязательства по дому. Между тем, в ситуации по домам для переселенцев уже заинтересовалась Ленинская прокуратура. В ближайшие дни она начнет свою проверку. Для этого подключат жилищную инспекцию и госстройнадзор. По итогам проверки, в случае выявления каких-то фактов мошенничества, например, если строительные работы будут выполнены некачественно или в заниженном объеме, то будет решено вопрос в направлении следственные органы для проведения уже процессуальной проверки по данным фактам. Первые итоги проверки будут известны уже через месяц. Гелена Лебедева, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Наличие огнетушителя в автомобиле еще не значит, что водитель сможет им воспользоваться. Страшная трагедия, случившаяся на Можгинском тракте и многие другие, менее масштабные по количеству участников, заставили МЧС провести своеобразный ликбез по выбору огнетушителя и его использованию в критической ситуации. Подробности у Ксении Мороз. ДТП на Можгинском тракте. Заживо сгорел человек. Огнетушителей у проезжавших мимо водителей не хватило, чтобы погасить пламя. Это трагический пример, к сожалению, обычной ситуации, когда в критический момент огнетушитель может не сработать, а порой и сами водители не знают, как им пользоваться. Между тем, в Удмуртии наступает сезон, когда автомобили загораются с завидной регулярностью. Печальный месяц – октябрь. В МЧС рассказывают, что чаще всего горят новые автомобили после небольших ремонтов и те, что оснащены большим количеством дополнительного оборудования. Почему бы просто хотя бы раз в жизни не попробовать потушить? Потому что люди зачастую берут огнетушитель и начинают его крутить из руки в руку. А что с ним делать и как им тушить? Но прежде огнетушитель надо выбрать. В МЧС советуют искать на этикетке маркировку ГОСТ. Буквы ОП2 означают, что огнетушитель порошковый. Масса вещества – 2 килограмма. Еще бывают углекислотные. В легковом автомобиле должен быть огнетушитель с массой вещества не менее 2 килограммов. И хранить его нужно не в багажнике, а в салоне. Огнетушитель нужно хранить в легкодоступном месте, чтобы в первые секунды можно было сообразить. Как правило, его ставят у пассажира в ногах. Также можно у пассажира под сиденьем. Пока добежал до багажника, пока в куче вещей отыскал огнетушитель, пламя уже разгорелось. И такого огнетушителя для гашения огня уже не хватит. Пожарные не скрывают. В подобных ситуациях помощи можно ждать только от мимо проезжающих. Полностью машина сгорает за 3-5 минут. Значит, действовать нужно в первые секунды. При обнаружении дыма из-под капотного пространства стоит подойти, сразу выдернув чехлу, приготовиться, слегка приоткрыв непосредственно в пламя. После чего, когда пламя уже станет меньше, можно приоткрыть больше и приступить непосредственно там, где огонь. На огонь нужно наступать, отделять его от себя. Поэтому, если горит дальше, то нужно постепенно захватывать, отвоевывать свой участок территории. Выбирая огнетушитель, спасатели советуют обратить внимание на толщину металла, хорошо проваренные и прокрашенные швы, отсутствие вмятин. Стрелка манометра должна находиться в зеленой зоне. ЧК опломбирована. Проверять огнетушители необходимо не реже раза в год. А порошковые еще и регулярно встряхивать. Кроме того, огнетушитель в автомобиле лучше закрепить. Ксения Мороз, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Утмуртия». В Ижевске закроют мост через речку Корлутку в районе улицы 10 лет октября. Городские чиновники рассказали, что ремонтные работы запланированы там на следующую весну. Но сам мост уже давно в аварийном состоянии, ходить по нему опасно. Как на это отреагировали горожане, расспросили наши корреспонденты. Этот Ижевский мост через речку Корлутку по улице 10 лет октября соединяет два жилых микрорайона. В одном из которых расположена детская поликлиника. Поэтому каждый день по мосту проходят десятки родителей с малышами. Светлана Желудова рассказывает, отвезти маленькую Наташу к доктору – целое испытание, особенно зимой. Вы же сами видите, боишься, что соскользнет хорошо, что еще сейчас как бы не гололед. А зимой вообще невозможно пройти. А там дальше мы вообще по осени ходим в сапогах. Это вообще ужасно. Мы сколько раз уже поднимали этот вопрос. Кроме того, здесь ходят школьники. В лесопосадке тренируются спортсмены. А мост разваливается на глазах. Не спасают и деревянные заплатки, которые появляются на нем регулярно. Последней каплей стали ливни, прошедшие в Ижевске в середине лета. Там дыры даже, бетон где положен, там дыры есть большие. Вроде недавно их золотали деревяшками. Там вообще спуститься нельзя. Надо все, конечно, по-новому сделать, культурно, как вот там на немецких домах. И самое опасное, мне кажется, даже не мост, а вот когда спускаешься тут-то, там страшно. Потому что там пробоины, такие горки, да. Недавно ижевские чиновники мост признали аварийным. Выделили средства на проектные работы. В администрации предупредили, в ближайшие дни мост закроют для пешеходов. Им придется теперь делать приличный крюк. А вот к ремонту приступят в лучшем случае только следующей весной. В ближайшие месяц-два планируем завершить подготовку проектной документации, затем экспертиза. И надеемся уже весной следующего года выйти на строительно-монтажные работы, чтобы к лету открыть его для движения пешеходов. Самые большие риски о том, как он будет себя вести зимой, весной, при таянии снега. То есть мы сегодня снимаем путем его закрытия для движения пешеходов. Кроме этого, моста через Карлутку в Ижевске в следующем году запланировали отремонтировать еще несколько подобных конструкций в Ленинском и Первомайском районах. В этом году в Удмуртию поступит дополнительно 110 автобусов, работающих на сжиженном природном газе. Сегодня эту новость озвучили на президиуме республиканского правительства, уточнив, что в Удмуртию придут заводские пазы и лиазы, которые уже не будут нуждаться в дополнительном оборудовании и доработке двигателя. Во-первых, это экологичность, природный газ, при его использовании значительно меньше выбросов при работе техники происходит. Во-вторых, он намного дешевле, в три раза дешевле, чем традиционные виды топлива. Ну и экономичность техники, меньше распорывается топливом. Правительство Удмуртии подписало соглашение с российской транспортной компанией о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. В самое ближайшее время оно наполнится конкретикой. Например, планируется развитие газозаправочной инфраструктуры. В крупных городах и в прилегающих к ним территориях появится 10 новых газозаправочных станций. Скрыть двойку от родителей у школьников больше не получится. Электронным журналом должна обзавестись с 1 сентября каждая школа в Удмуртии. Это требование российского министерства образования. Как приживается нововведение, узнала Светлана Буланова. В копку открываем и записываем. Какое предложение о цели вы сказали? Отлично. Отлично или не очень занималась чада на уроке, родители теперь могут узнать сразу же, как только занятие закончилось. Потому что оценки учитель выставляет в электронный журнал. Привычных бумажных 97-й больше нет. Уже пятый год здесь работают с электронным носителем. Удобство педагоги оценили быстро. Сократилась рукописная работа. И самое главное, бегать за родителями, приглашать их в школу, делится Елена Гвоздикова. Теперь не нужно. Связь с мамами и папами в режиме онлайн. У нас здесь есть почта. Через почту я отправляю информационное письмо для родителей. Каждую неделю я отправляю это письмо. То есть родители заходят, они видят, какие оценки у ребёнка за неделю. Во-вторых, они могут здесь мне писать различные сообщения. Например, спросить, за что у ребёнка такая-то оценка поставлена. Я им отвечаю. Оценки и переписка с родителями конфиденциально, рассказывает Елена. Не страшаться в 97-й и хакеров. Вся информация архивируется. И в случае взлома все оценки останутся целы. Сами же школьники признаются, учиться приходится лучше. Бойки от родителей уже не скрыть. Если плохие оценки, то я родителям сама говорю, а хорошие они могут посмотреть и порадоваться за меня. Там можно смотреть оценки перед тем, как скажут оценки в классе. Привыкнуть к электронным журналам теперь должны и в остальных школах Республики. Российское министерство образования обязало учебное заведение с 1 сентября внедрить электронную документацию. Эксперимент, проводившийся в прошлом, подтвердил эффективность такой инновации. В Республике сегодня уже 20% школ её внедрили. Однако не все педагоги готовы к работе. Все учителя восприняли данную систему по-разному. Кто-то готов, кто-то не готов, кто-то морально готов, кто-то не готов. Я, в общем-то, занимаюсь сама этим, то есть электронный журнал. Внедряю единственное, что очень сложно, это в школе всё сейчас поднять. И с сетью проблемы локальные, и учителей надо научить. То есть есть определённые сложности. Причём технические школы Республики даже в самой глубинке готовы внедрить у себя электронные журналы, в региональном центре информатизации заверили. Оборудование и специальные программы есть у всех. Светлана Буланова, Юрий Дроздов, телеканал Майя Лагмуртия. В зоопарке Прибавление в конце августа у пары феников родилось трое детёныши. Накануне малыши отправились на свою первую прогулку в вольере. Их, наконец, могли увидеть посетители зоопарка и наша съёмочная группа. Ой, так мальчики там, смотри, совсем маленькие. Малыши, он малышей достали. Ой, как они бегают. Сами из собачьих размером меньше кошки, а потомство и вовсе крошечное. Это первая прогулка для малышей-феников. Они только осваиваются в новом пространстве и по привычке все втроём прячутся в норе. Так вообще удивительно, мы такие зверюшки ещё не видели. Я думаю, что за лесята бегают здесь? А потом на уши посмотрел, думаю, что такое? Совсем другое. Ну, какие они весёлые. Ну, шустрые, да, дочь. Здорово. Поздравилось тебе? Хорошенькие, конечно. Смотрели. Вон, как маленький прыгает. А ещё меньше. Феня, Паня и Юка. Пока все малыши на одно лицо. Кто из них кто, разбираются только зоотехники. И то при ближайшем рассмотрении. Это первое потомство молодых родителей. Мы, в общем-то, конечно, ожидали, чтобы у нас было потомство. И были очень рады, когда у нас так получилось, что родились трое. Причём так быстро, что их недавно привезли, и вот у нас сразу же уже было потомство. Малыши уже начали сами кушать еду, но они продолжают ссать мам молоко питаться. Где-то до трёх месяцев. В возрасте трёх месяцев они уже становятся самостоятельными и могут даже покидать уже свою семейную группу. Самостоятельных феников, когда они подрастут, планируют передать в другие зоопарки страны. Не исключено, что взамен зоологический парк Удмуртии пополнится новыми видами животных. Елена Реверчук, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». И последнее. Сегодня после продолжительной болезни скончался бывший генеральный директор Ижимаша Владимир Градецкий. Глава Удмуртии, Госсовет, Правительство Республики выражает глубокое соболезнование родным и близким. Прощание состоится 26 сентября в 11 часов в Александроневском соборе. Похоронен он будет на Хохряковском кладбище. И на этом всё. До встречи на телеканале «Моя Удмуртия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова